Доллар Три В Фэмили Доллар кроме продуктов продается одежда, обувь электроника, товары известных брендов и собственной торговой марки. Ассортимент в этих магазинах более качественный, чем в Доллар Три. В 2019 году открыла сеть Доллар Три Плюс и товары в ней продаются уже за 3 и даже за 5 долларов. Первый магазин сети был основан в 1953 году и работал по системе «все за доллар», а в 1995 компания вышла на IPO. В 2008 году ее внесли в список 500 крупнейших компаний США – Fortune 500. В конце 2021 года компания повысила цену на 25 центов. Она была вынуждена это сделать из-за высокой инфляции. Принцип работы компании следующий. Она закупает свои товары в огромных количествах, иногда у неизвестных производителей, порой с близкими к концу сроками годности или из партии с незначительным браком, а также партии с бракованной или испорченной упаковкой. Из-за этого Доллар Три получает очень большие скидки на закупки товаров, а затем продает их с наценкой уже розничным клиентам. Ее главное конкурентное преимущество в размерах. Дело в том, что это крупнейшая сеть, работающая по такой схеме, что позволяет ей иметь сильную позицию при согласовании условий поставок и цен с поставщиками. А риски у Доллар Три следующие. Первый – повышение себестоимости продукции. Это как раз таки произошло в конце 2021 года, из-за чего компания подняла цены. Второй – рост благосостояния населения США и Канады. Это значит, что люди будут ходить в магазины с более высоким качеством товаров. Третий – проблемы с поставками. 40% поставок в Доллар Три и 20% в Фэмили Доллар – импортные товары, поэтому из-за пандемии компания столкнулась с нарушением логистических цепочек, которые пока не восстановились. Так что динамика акций Доллар Три зависит от того, долго ли будет продолжаться кризис в области поставок из-за пандемии, насколько быстро будет расти себестоимость товаров и как скоро улучшится благосостояние американцев с низким уровнем дохода. Продолжение следует...